И тот сказал, что надо никакого гороха, никаких роз, а пусть Василия в исподнем белье, то есть в нижних кальсонах, басым и без рубашки отправят в карцер. Через час Василий, находясь там в голом почти состоянии, он понял, что он просто окалеет. И вот он тогда тоже проявил свой характер, он разогнался, выбил стеклышко, которое там и так наладо дышало, и выскочил, выпрыгнул на наст, в общем, с довольно высокого места, в общем, сверх Артура этой, выпрыгнул. Весь переломался, он переломал ноги и руки тогда, кое-как дополз в центр города, где они жили, окончив всего два класса церковно-прихадскую школу, вот так печально, с таким печальным концом, вот, все равно Чапаев, в общем-то, научился какой-то определенной грамоте, он мог читать, мог писать довольно сносно, конечно, с ошибками, но, в общем-то, разобрать можно было, что он там пишет. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать могу. Какие-то очень существенные черты, в которых люди узнавали, так российский командир ведет, так российский командир ведет. Образованный, необразованный, вот, например, очень образованный Тухачевский, но он не мог, у него не было шанса, он был слишком образован, он был слишком тонкий, слишком интеллектуал. А у Чапаева такие возможности были, он был, как все мы. Александра Македонской-то, в белых перчатках воевал, да? Ну, и не ходил, как ботяк. А ты почем знаешь? Тихо, граждане! Чапаев, думать будет! Вот, удача, удача фильма, что они все живые, и там режиссеры не побоялись делать из Василия Ивановича живого человека, да? Вот он так смешно говорит, он смешно движется, он небольшого роста, он такой немножко, немножко такой анимационный, мультипликационный, немножко такой почти рэп, он такой. И Петька такой же за ним бегает, и Анка такая появляется, они такие немножко, немножко клоуны, в хорошем смысле этого слова, понимаете? Вы знаете, для людей визуальное представление о каком-то реальном человеке чрезвычайно важно. То есть, когда литература, когда чтение, это все-таки нечто такое вербальное, нечто такое неосязаемое. Ты не представляешь, как человек, ну не знаю, там, обижается, смеется, восторгается, нервничает. Это ты сам придумываешь. В то время, когда тебе такую подсказку материализованную автор, конечно, кинематограф или телевидение в последние десятилетия представляет, то у тебя сразу же одно наслаивается на другое. У тебя сразу же конкретный герой, он становится персонажем вполне реальным. То есть, существовавшим. Уже нет никаких сомнений. Будет христианину упадаться. Ясно, 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 ясно. Ясно, 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 ясно. Ну-ка, не так. Еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. В процессе изучения архива Фурмановых, обоих, и Фурманова, и его жены, в отделе рукописи библиотеки Лена передо мной, но перестал и Фурманов не только в этом конфликте, но и в целом совершенно с новой для меня неизвестной стороны. Думаю, что и мало для кого известной. Поскольку я читала главным образом его дневники в архиве, не опубликованные. За один год он вел два параллельных дневника, что уже меня поразило. И вот в одном из дневников эта запись заглавлена. Игра со смертью. И начинается такими словами. И страшно, и весело играть со смертью. Со смертью, то есть с чужой жизнью. Точка. Григорий Цветков сегодня осужден, завтра он будет расстрелян. Убежденный коммунист, работник партии. Сейчас, теперь мы его осудили к расстрелу. Вот сама фраза со смертью, то есть и страшно, и весело, конечно, я уже много к тому времени знала, как и все другие, о красном терроре и бесчинство большевиков. Но вот это циничное в дневнике собственном отношение к чужой жизни, меня, честно скажу, как говорится, тряхануло. Я помню мальчишкой, как мы в кинотеатре смотрели фильм и с замиранием сердца, где капельцы идут, мы их ненавидели, вот эта белая армия, белогварельский офицер, и вдруг появляется Чапаев, сзади его черная бурка развивается, и весь зал взрывался в восторге. Мы побеждаем, все. Пришло спасение. Вот она, Красная Армия. То есть Василий Иванович вошел даже в наше поколение, в детский наш ум, и в такое состояние, что это он представлял всю советскую власть, что спасение есть, что мы победим эту белую армию, мы победим окончательно царизм, и он был символом всей советской страны. Даже после войны. Не герои молодогвардейцы, не Гастелло там, не Леса, а он. Существует несколько версий гибели Чапаева. Ну вот, скорее всего, я придерживаюсь одной довольно известной версии, что Чапаева же отрезали, постоянно штаб Чапаева отрезали от действующей дивизии, и людей не давали соединяться частям, в постоянном кольце держали, и в голоде, и в холоде, и Чапаев постоянно телеграфировал, что всем-всем-всем командирам и комиссарам меня умышленно отрезают от действующей дивизии, и хотят моей смерти, но я один ничто, и если нужно, придите, убейте меня, ну зачем же бросать на съедение вверенных мне людей, и, в общем-то, он очень переживал этот момент. Но, так или иначе, 5 сентября в 4 утра завязался кровопролитнейший бой, вот, и вот по фильму, значит, Фурманов уезжает, приходит новый комиссар, вот комиссар Батурин приехал, и он дает, увидев, что Чапаев ранен, в руку, в живот, в голову, он дает, значит, приказ переправить, связать ворота, и сделать плод, и переправить Чапаева на тот берег Урала. И вот однажды, уже в 50-х годах, вот пришло это письмо от венгров, где вот моей бабушке, Клавдии Чапаевой, было написано, что мы, говорит, нас было четверо, двое венгров и двое русских. Мы сами стекали кровью, мы сделали этот плод и переправили на другой берег Урала, и когда переправили, то уже, когда мы его плыли, то он еще был жив, а когда уже, значит, вышли на берег, то Чапаев скончался, и чтобы над его, в общем-то, узнаваемым обликом не издевались там, кому ни попозже, мы, говорит, зарыли, разрыли руками песок, значит, зарыли его в лунку, затрусили камышами, и вот таким образом мы его похоронили. Выяснилось, что ни в документах фронта, ни в документах армии, ни в документах особого отдела фронта, ну, они сохранились не очень хорошо, но все-таки сохранились. Никаких материалов, которые проливали бы свет на реальные обстоятельства вот этого страшного дела в Убищенске, просто нет. Уже в 19-м году разобраться не могли. Штаб оказался не прикрыт даже, собственно говоря, батальоном охраны. Ну, постоянно под ружьем ведь стоит, это же дивизия, это же, тем более, враг рядом. Почему этот батальон, это худо-бедно, там, несколько сот человек, почему он оказался не боя готов? Почему 300 человек, 300 с небольшим этих казаков, на утомленных конях, потому что переход был очень длинный, почему они смогли в саблю, что называется, ночью захватить там порядка 800, около 1000 человек, в общей сложности, с обозами и так далее? Почему это все произошло? Почему этот налет не превратился в какое-либо хотя бы подобие боя оборонительного? Нет, просто как обозников, в пух и перья расчехвостили. Вот так что тут совершенно невозможно будет установить, правда. Леш, не возьмешь! Леш, не возьмешь! Леш, не возьмешь! Леш, не возьмешь! Без личной отваги, без, повторюсь, трезвого, но совершенно незаурядного личного мужества в тех конкретных условиях, в которых шла гражданская война и формировались первые части соединения Красной Армии, Чапаев бы не стал тем, кем он стал. Фактически ведь это был полевой командир. Где можно увидеть полевого командира, вот сейчас, предположим, который не обладал бы личными качествами боевого вождя? А для боевого вождя на первом месте личная отвага, личная храбрость. И причем ведь на самом деле, там анекдоты не анекдоты, но личная отвага Чапаева была зафиксирована совершенно формально еще в старой армии, которая действовала по совершенно другим законам. Его же все-таки худо-бедно наградили тремя георгиевскими крестами и георгиевской медалью. Георгиевские кресты солдатские запросто так не давали. Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что действительно Чапаев был сначала легко ранен в руку. И вместе с телеграфистами штаба, с несколькими, буквально, там несколько человек было, он попытался организовать оборону на берегу Урала. Но был вторично ранен, и телеграфисты его бросили. Вот в чем дело-то. Это документально зафиксировано. Телеграфисты его оставили. Сами они тоже не очень уцелели. Но, как докладывал по телеграфу, принявший командование дивизии Кутиков, Чапаев был ранен и, видимо, утонул на дно Урала. И вот образ Чапаева, он до сих пор сегодня, как бы, в душе у людей. Уже, может быть, забудут гражданскую войну. А вот это вот стремительный такой его боевой, так сказать, его образ. Лошадь, черная бурка, папаха и шашка наголо, и его, как бы, желание помочь стране. Сегодня ни одного человека мы не можем к нему присоединить. Ни про одного нет анекдота. Даже были нету. Тут получилось приблизительно то, о чем говорят, чем хуже, тем лучше. Ему повезло вовремя погибнуть. Если бы он не погиб вовремя, сама неординарность его личности, видимо, вычеркнула бы его из святцев истории гражданской войны, которую писали под себя победители в этой гражданской войне под руководством партии коммунистов-большевиков. Мертвые не кусаются, как говорил один персонаж, совершенно в другом фильме. Мертвый герой был не страшен. Его можно было поместить в любую нишу, его можно было истолковать как угодно. Он был уже лишен тех живых черт, которые делали его очень неудобным во время жизни. Чапаев, так же, как и все прочие настоящие герои гражданской войны, и с красной, и с белой стороны, они же были совершенно неуправляемые люди. И Чапаев был такой же неуправляемый. Он был сам по себе. КОНЕЦ КОНЕЦ